Логопед для вас представляет Солнце является звездой, вокруг которой вращаются все планеты и спутники в Солнечной системе. Солнце является главным источником тепла и света в Солнечной системе. Оно состоит из водорода и гелия. Возраст Солнца составляет 4,5 миллиарда лет. Оно находится только на середине своего жизненного цикла. Вокруг него по своим орбитам двигаются 8 планет – Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Меркурий Самая близкая к Солнцу планета была названа в честь древнеримского бога торговли. Меркурий все время поворачивается к Солнцу одной стороной. Из-за этого температура на Солнечной стороне планеты превышает 300 градусов, а на неосвещенной царят мрак и лютая стужа – минус 170 градусов. Атмосферы на Меркурии нет, в связи с этим его часто атакуют астероиды и оставляют после себя на его поверхности очень много кратеров. Венера Венера – вторая от Солнца планета и самый яркий после Солнца и Луны объект земного неба. Венера была названа в честь древнеримской богини любви – Венеры. Сутки здесь длятся 243 земных дня, а год – 255 дней. На ней, как и на Земле, есть атмосфера – это такая воздушная оболочка. Только в отличии от нашей, земной, состоит не из кислорода, а по большей части из углекислого газа. Поэтому дышать на Венере невозможно, да и на ее поверхности очень-очень жарко. Средняя температура на планете составляет 475 градусов Цельсия. Вот и нет там ни растений, ни животных, ни бактерий. Земля Третья планета от Солнца является единственной, чье название не связано с древнеримской мифологией. Свое имя она получила в 1400 году. Эта голубая планета – наш общий дом. Ее поверхность на 70% покрыта водой. И она является единственной из планет, на которой есть такое количество жидкостей. Здесь мы живем. Животные, люди, рыбы, птицы – все под одной крышей. А крыша у планеты Земля состоит из атмосферы, в которой огромное количество кислорода, которое необходимо для жизни. Марс – четвертая планета Солнечной системы. Красная поверхность планеты образуется за счет наличия оксида железа в ее поверхности. Именно за этот кровавый оттенок планету назвали в честь древнеримского бога войны Марса. Средняя температура воздуха на планете колеблется от минус 155 градусов до плюс 20 градусов. На ней очень мало кислорода, почти нет. Также почти нет воды. Хотя ученые ее все время ищут, ведь когда-то ее, возможно, было на Марсе очень много. Тогда много-много лет назад на планете могли быть реки, моря и океаны. Но потом что-то случилось, и вода исчезла. Эту тайну еще предстоит разгадать. Юпитер – самая большая пятая планета, планета нашей Солнечной системы. Отсюда и громкое имя в честь главного громовержца Олимпа – Юпитера. Средняя температура на планете составляет минус 150 градусов Цельсия. Юпитер состоит из газа, и его называют газовый гигант. На его поверхности постоянно происходят бури и вихри ветров. А сама планета, несмотря на размеры, очень быстро вращается вокруг своей оси, как волчок. Сатурн – красивая и необычная планета, шестая от Солнца. Эта планета является самой медленной из всех планет Солнечной системы. Была названа в честь древнеримского бога земледелия. По легенде, этот бог научил людей строить дома, выращивать растения и обрабатывать землю. Средняя температура на поверхности составляет минус 180 градусов. Удивительная особенность Сатурна, которую можно увидеть с Земли в телескоп – это кольцо вокруг планеты. Выглядит кольцо как диск, только на самом деле это не сплошной диск, а тысячи-тысячи мелких камней, осколков, астероидов и пыли. Уран Таинственная планета, седьмая по счету, которая по непонятным причинам лежит на боку и вращается совсем не так, как другие планеты. Планета, открытая в 1781 году. Назвали ее так в честь отца Кроноса, греческого бога неба Урана. Его также называют ледяной планетой, так как температура на его поверхности составляет минус 224 градуса. У Урана необычный синий цвет, и он выглядит как круглый с ровной поверхностью мячик. Нептун Ледяная очень холодная планета, восьмая по счету, находится очень-очень далеко от Солнца, поэтому солнечные лучи почти не достигают поверхности этой синей планеты. Благодаря голубому оттенку, оттенку своей атмосферы получил имя в честь римского бога морей Нептуна. Примечательно, что Нептун – первая планета, открытая с помощью математических расчетов, а не в ходе наблюдений. На Нептуне дуют сильнейшие ветра, они достигают 700 км в час, поэтому погода на ней не просто зимняя, а по космическим меркам совсем холодная, так что все на ней, даже газ, превращается в лед. Солнечная система, несмотря на ее длительное и тщательное изучение, таит в себе еще множество загадок и тайн, раскрыть которые еще только предстоит. Одной из самых завораживающих гипотез является предположение о присутствии жизни на других планетах, поиск которой активно продолжается. Подписывайся на наш канал, ставь лайк! Подписывайся на наш канал, ставь лайк!